Трамвайная сеть нашего города – одна из старейших в России. Первые рельсы появились еще в 1901 году. К 85-летию Тверского трамвая тогда еще в Калинине был построен ретровагон. Его первый водитель Виктор Андреев вспоминает, что использована была старинная ходовая часть начала 20 века. Остальные детали рабочие восстанавливали по фотографиям. Выходные выходили работать. Инициатива была, и сами рабочие хотели восстановить этот трамвай. Были заинтересованы, им было интересно это. Первый рейс трамвай вышел в день города. Ажиотаж среди тверетян был огромный. Около депо на конечной остановке экскурсионного маршрута всегда были очереди из желающих прокатиться в вагоне. В Калининском экскурсионном бюро разработаны несколько маршрутов экскурсии на старом Тверском трамвае. Послужит еще людям этот транспорт, словно прикативший к нам по рельсам времени из прошлого. Но служил он людям не так уж и долго. Подарок, над которым трудились рабочие, в итоге городу оказался не нужен. Вагон продали, а в 2000-м установили в центре Твери на улице Трехсвятской в качестве торгового объекта. После этого арендаторы трамвая менялись один за другим, а вместе с ними расцветка и рекламные объявления на боках вагона. В итоге копия прадедушки Тверского трамвая уже мало походил на знаковый объект. В конце концов это превратилось уже в один из худших ларьков. К сожалению, вот это ретро он утратил свое. Я сомневаюсь, что что-то там от ретро осталось, кроме наших с вами воспоминаний. В конце концов администрация города вынесла предписание убрать нестационарную торговую точку. И в ночь с 4 на 5 февраля вагон демонтировали. Продолжаются работы по демонтажам нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций, которые портят внешний облик нашего города. В рамках этих мероприятий данный трамвайный вагончик был демонтирован, демонтирован самим собственником в свете достигнутых договоренностей с администрацией города. Однако сами горожане такую заботу об облике столицы Верхней Волжья не оценили и высказались против демонтажа. В интернете появилось множество комментариев с просьбой вернуть ретро-трамвай. Для многих он продолжал оставаться символом старой Твери. Нам нравилось, что здесь стоит старинный трамвай. Многие же не знали, какие трамваи бывают вообще, какие были. Это вроде историческая память, почему его убрали. Я не думаю, что он кому-то мешал. Он был частью города очень долгое время. Это символ города нашел был раньше. Как символ Тверского трамвая. Его оставить и все. Сейчас ретро-трамвай находится на закрытой территории одного из тверских предприятий. Какая судьба ждет его дальше, не может сказать даже хозяин вагона Олег Кудряшов. Он, правда, успокоил, но металлолом конструкции не пойдет и, скорее всего, будет радовать жителей города. Вот только какого вопрос? Трамваем уже заинтересовались московские предприниматели. А вот в Твери вагону пока не находится места. Мы сами предлагали сделать информационный центр. Была мысль сделать и музей Тверского трамвая интерактивный с экранами внутри, снаружи это окна, внутри экраны. Но дальше идеи, к сожалению, не продвинулись, поскольку, в общем-то, не нашли большого интереса. В некоторых городах подобные ретро-трамваи по-прежнему возят людей по экскурсионным маршрутам. В Твери вагон оказался лишним, а при нынешней ситуации его демонтаж и вовсе выглядит символично. Предприятие «Городской электротранспорт» погрязло в долгах. И будущее Тверского трамвайного движения весьма туманное. А теперь и памятника этому движению нет. Светлана Маркина, Максим Андреев, Илья Чечен, РЕН-ТВ-пилот.